всем привет сегодня 15 сентября 2024 года это мой семейный блог и я нахожусь рядом с троица сергиевой лаврой в городе сергиев посад только что очень вкусно отобедал здесь в ресторанчике китория с шикарным видом на лавру покажу сейчас вам картинки вот я иду в троице сергиеву лавру покажу вам много интересного и и и и и шел-шел и увидел памятник родителям преподобного сергия от благодарных потомков напротив лавры на другой стороне сейчас вам покажу подхожу к лавре вижу тут идут ремонтные работы и многие храмы тоже я вижу отсюда в лесах строительных посмотрим надеюсь что смогу вам показать что-нибудь интересное и 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 В этом храме находится первый гроб Сергия Радонежского. Он имеет такую необычную форму, как будто то ли его время поклевало. Но оказалось, что не время, а люди. Его даже в итоге, сейчас я вам покажу, как он выглядит, сделали таким стальным, сделали нанесение. Оказывается, этот гроб был в открытом доступе, и люди наклонялись, прикладывались и откусывали от него частицы, чтобы вынести. Такая очередь к Сергию Радонежскому. Субтитры создавал DimaTorzok Выполнил главную цель поездки, побывал у мощей Сергия Радонежского. И, что удивительно, на входе в храм я увидел икону, точно такую же, которую подарил мне Схерхим Андрит Ильей. Я, кстати, нашу икону с собой взял и сегодня приложил к мощам преподобного Сергия Радонежского. Вот она икона. Она путешествует сегодня со мной. На самом деле я разобрался, наконец, что у меня находится на иконе, которую подарил Схерхим Андрит Ильей, потому что были споры, меня там в комментариях чехвостили очень жестко, когда я говорил, что с частицей мощей. Ну, просто мне так сказали, когда икону подарили, те, кто рядом находился, сказали, о, с частицей мощей. Я говорю, ну, конечно, какие мощи Сергия Радонежского в такого рода иконе, в современной. Вот. Ну, сейчас я разобрался. И, кстати, я нигде такого в продаже не видел. Посмотрите. Это просто я купил масло, освещенное на мощах. Здесь есть вот такая вот частица. Она совпадает и по цвету, как у меня на иконе. И это правильно называется. Блистер, комплект икона Сергия с частицей покрова. Я сейчас допытал священнослужителей. Они говорят, что действительно берут покров зеленого цвета и накрывают им мощи. И не просто накрывают, а служат специальную службу. И после этого вот ее режут на вот такие вот маленькие кусочки, которые почему-то уходят все на календарике. Я здесь увидел очень много невероятно красивых икон, но почему-то ни на одной из них нету частицы вот такого вот покрова. Почему-то он полностью уходит на календарике. Поэтому мне повезло, что у меня есть такая икона от Схиархи Мандрита Илья. Вот преподобную серьги радость. Вот я хотел подарить ей день. Спасибо, молодежька, спасибо. Преподобную. Спасибо. А ей сейчас счет. А вообще у нас сегодня был сложный день. Мы сегодня так разминулись со своими. Долго решали, кто на чем поедет и вообще поедем ли. Я понял, что все эти разговоры от Лукавого сел на электричку и сам сюда приехал. И в общем, в итоге я приехал сюда на электричке со всеми остановками, кайфанул. А мои неожиданно сели и тоже сюда приехали уже на машине. И мы тут встретились. Расскажи, что ты сказал Радонежскому? Ай-яй. Ай-яй носик полечить? Да. А еще что ты сказал? Как ты постучал и что сказал? У. Он сделал стук-стук и сказал бил-бил, ау. Бил-бил, ау. Чего тебя? Позвал. Бил-билы? Тебе тут нравится? Артемка, тут хорошо тебе? Можно отелся. У него сегодня был перебор бил-бил. Он на каждом шоке кричал бил-бил-бил-бил-бил-бил. Рассказывай, Артюш. Бил-бил, ау. Ну, рассказывай, куда ты пойдешь? Ау-бил-бил. Ты пойдешь смотреть, где Сергий Радонежский? Да. Бил-бил, ау. Мы тут со своими разминулись немножко. Ходили каждый по своему маршруту. Но мне мои дали видео. Сейчас я покажу. Артемка тут одолбился обо всей иконы традиционно. И, конечно, ему тут очень-очень понравилось. Куда ты пойдешь? Туда? Ну, давай. Арти нашел фонтан со Святой Годой. Давай, давай. Возьмите иго мое на себе, научитесь от меня. Я, как грот, так есть и сперед все. О нас тут друзья. Ходил. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер, я покидаю Троицу Сергиеву Лавру, очень тут красиво иду к моим, они тут в ресторанчике сидят в том же, где и я утром сидел, и мы возвращаемся уже все вместе домой. Я надеюсь, что этот ролик немножечко вам поднял настроение и было интересно побывать вместе со мной в Лавре. Не знаю, вряд ли я что-то новое показал, но, наверное, всегда приятно посмотреть и снова побывать здесь. Это место, куда, так же как и в Оптину Пустин, хочется возвращаться снова и снова. Спасибо, что смотрите мой блог, не знаю, как вам это удается с Ютубом, становится совсем плохо. Я параллельно перехожу и на Рутуб еще, ну, в общем, не потеряемся. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok